Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Дмитрий Фуфаев, и сегодня мы побеседуем о том, что ждет искусство в России в ближайший год, какими путями развиваться, где мы находимся сейчас и другие аспекты, связанные с развитием. Посмотрел я недавно две очень интересные лекции. Одна лекция французского коллекционера, который рассказывал о развитии искусства не только в России, а вообще о современном искусстве. Вторая тема, вторая лекция, которая была достаточно тоже интересна, это русская девушка на Art Week читала какую-то лекцию. А, нет, это высшая школа экономики была. Девушка из высшей школы экономики читала лекцию тоже на тему развития современного искусства и ссылалась на исследование некого французского теоретика искусства и художника, который называл эпоху, в которой мы сейчас находимся, эпохой постинтернета. Но на самом деле никто из этих обзоров, никто на самом деле не дает правильной оценки того состояния, в котором мы сейчас находимся. И это достаточно любопытно. Ну, первая вещь, первая вещь, это была вот эта вот лекция французского коллекционера, который сказал, что российское искусство перестало развиваться, когда художественный кластер на чистых прудах во время, вот где-то в Ельцинскую эпоху, там что-то разгромили и таким образом уничтожили много связей между художниками. Все эти художники в итоге уехали на Запад и продолжили свою карьеру на американском в основном рынке. И вот он назвал вот этот этап для российского арт-бизнеса, арт-рынка переломным. Мы много лет ведем наш проект, и вот тема развития искусства меня всегда интересовала, потому что, во-первых, хотелось восполнить какие-то пробелы образования и понять, что сейчас вообще происходит, что такое современное искусство, чем оно отличается от классического и так далее. Ну, многое, что за эти многие годы я понял, беседуя с разными художниками, классиками, такими как Михаил Шемякин, Шилов, Сафронов, Потоцкий, Басарский, минус Виноградов, что-то стало понятно. Значит, и опять-таки беседуя с галеристами, с различными, тоже было интересно, поскольку они рассказывали о тех изменениях, которые были в 90-е годы, когда там было очень много ожиданий, был расцвет, раскрылись двери Советского Союза, и сюда хлынуло огромное количество покупателей, и здесь сметали живопись просто на корню, и это было золотое время. На деньги от того времени многие живут до сих пор, то есть проедают те доходы, которые они получили в то время. Вот в 90-е годы я занимался развитием интернет в России. Так вышло, что я поступил работать на компанию, которая на гранты английские, Юнида внедряла технологии интернет в нашу страну, и я к этому имел прямое отношение. В то время было золотое, в то время было золотое, было очень много чего интересного. Можно было регистрировать домены с серьезными такими словосочетаниями. Поле было свободно, и позже эти домены продавались за десятки тысяч долларов. И вот в то время я зарегистрировал домены резюме.ру, и потом этот домен был многократно продан, перепродан за большие деньги. Но было интересно, возможностей было много, но какие были характерные приметы того времени? Тотальное непонимание того, что такое интернет, зачем он нужен. Мы разговаривали с руководителями крупных риэлторских компаний, которые сейчас стали китами. Тогда все было просто, компании были небольшие, там 10-20 человек. И руководители этих агентств мне говорили, ну, кому нужен ваш интернет? Захожу я на Рамблер, ну и где там ваша недвижимость? Ничего там нет, интернет бесполезная вещь. Ну и подобные такие вещи. Также было интересно беседовать с руководителем одного крупного издательского дома, с которым я тоже имел честь сотрудничать. И мы дискутировали, и мне сказали такую фразу, что печатные издания будут существовать вечно, интернет – это забава такая, ничего не будет, и обращать на него внимания не стоит. И не прошло и пяти лет, как закрылось это агентство, как закрылся этот издательский дом. Вот. Все, все рекламные объявления, вся реклама ушла в интернет. Потом, спустя время, спустя время, мне галеристы начали говорить о том, что кризис 2008 года перекроил арт-рынок и много-много чего. Я всему этому, всем этим оценкам доверял, мне было интересно, я думал, что это специалисты. Вот. Но на самом деле, сейчас, вот пересмотрев кучу информации, я считаю, что это были ошибочные оценки, и те кардинальные изменения, которые происходили, в том числе и на арт-рынке, но вообще на информационном рынке, они никак не связаны были с 2008 годом, с кризисом. Все серьезные изменения, они происходили по совершенно другим причинам. Просто по времени все это наложилось друг на друга и совпало. Поэтому многие ошибочно думали о том, что вот эти вот тектонические сдвиги, которые происходят на вот этих вот средах, они связаны были исключительно с экономическими проблемами. На самом деле революция информационная, она шла несколькими этапами, и вот те сдвиги и ту эпоху, в которой мы сейчас живем, ее можно назвать и постинтернет, но я ее по-другому вижу себе. Это эпоха социальных связей, социальных сетей. Обратите внимание на год создания YouTube. Одной из самых серьезных площадок, которая перекроила информационный мир. И денежные потоки, прежде всего, перекроены. Потому что раньше самое мощное средство это было телевидение. Самое мощнейшее информационное средство это телевидение. Когда пришел YouTube и в Россию, и в другие страны мира, то начались очень серьезные изменения. И вот обратите внимание на даты, когда все это происходило, и вы поймете, что та эпоха, в которой мы сейчас находимся, она, безусловно, связана, а, с интернет, но никак не связана с кризисом 2008 года экономическим, который произошел в Америке и потом, как цунами, прошел по всему миру. Год создания YouTube. Затаитесь, подумайте. 2005 год мы узнали о том, что такое YouTube. И, соответственно, когда система создается, естественно, она не может за один год завоевать умы и прочие вещи, перетянуть на себя все рекламные деньги. Это длительный процесс. И как раз 2008-10 год это года развития YouTube, когда развивались эти технологии, и YouTube завоевывал место под солнцем. Следующая мощнейшая мировая социальная сеть, она создана была когда и что за сеть. Это Facebook. 2004 год. Примерно все это происходило в одно и то же время. Как специалист по IT-технологиям я прекрасно помню все эти изменения, потому что возможность публикации видео, а до этого возможность публикации фотографий, безусловно, это мощнейшие революционные изменения, которые происходят на рынке. И вот француз, французский художник и аналитик, философ считал, что в 2010 году произошли какие-то серьезные изменения на мировом арт-рынке. И связаны они с тем, что, например, копия стала ценнее иногда оригинала. Но эту тему стоит развивать отдельно. Все это я наблюдал, все это я видел, это действительно так. И сейчас репродукции, место репродукции в мире арта, оно недооценено, но в ближайшие несколько лет оно будет очень серьезно будет иметь свою нишу. И вот эти вот возможности печати, копий высококачественных, которых вообще с 10 сантиметров специалист не может отличить, что это репродукция, а не оригинал, это все очень и очень серьезно. Значит, две социальных мощнейших сети, это Facebook, YouTube, потом был на рынок выпущен Instagram, о котором можно тоже говорить, он тоже очень много сделал. Но это уже не революционные изменения. То есть Instagram — это своя платформа, интересная, о ней тоже можно говорить. Но революция была в двух аспектах. Первое — это видео, возможность публикации видео. Это совершенно другой формат мира, потому что начиная с 50-х годов прошлого века телевидение тотально правило миром и информационными технологиями. И вот это вот YouTube — выход на арену, это мощнейшая вещь. YouTube, кстати, тоже довольно любопытная штука, что YouTube не удалось развить социальные связи, так как это сделано в Facebook. YouTube пытался занять нишу социальных сетей, он делал для этого работы, но ему ничего не удалось. То есть побороться с YouTube в этом плане, в создании социальных связей, YouTube не удалось, и он остался в своей нише. И правильно, потому что эта ниша серьезная, опять-таки и Facebook пытался занять нишу YouTube, они все друг друга пытались потеснить на привычных им рынках. Не знаю, был ли там какой-то картельный сговор, делешь сфер влияния, но в итоге YouTube не лезет в социальные сети, а социальные сети как ни тыжатся, ни пыжатся, им не удается достичь результатов YouTube. Но это и технически достаточно сложно. И обратите внимание, сейчас все голая вечеринка, туда-сюда перемалывают эту тему. В чем смысл голой вечеринки? Вот с моей точки зрения, потому что меня интересуют вопросы развития коммуникации, развития каких-то информационных потоков, связей и так далее. Смысл голой вечеринки в том, что замутила эту вечеринку звезда не телевидения, а звезда YouTube, блогерша со своими миллионами и так далее. И вот это очень важно. То есть блогеры, видеоблогеры, это блогеры, которые размещают информацию прежде всего на YouTube, становятся лидерами мнений, становятся звездами селебрити, чего раньше вообще и помыслить было бы невозможно. То есть селебрити – это только те, которые живут в телевизоре или в печатных средствах массовой информации в глянцевых журналах. И вот сейчас уже признано, мы это видим, что и для властей эти люди опасны, это лидеры мнений. И поэтому с такой вот ожесточенностью сейчас эту несчастную Явлееву топчут ногами, приписывая ей вообще все грехи, какие только могут быть. Ну, за этим можно наблюдать, держа в руках стакан попкорна. Нас это не очень интересует. Нас интересует развитие, как продавать арт, куда пойдет движение и так далее. Значит, давайте поговорим о 2024 году в России. Что будет в этом году происходить и какие особенности, что мы видим, какие тренды. Прежде всего, мы видим колоссальное развитие видеотехнологий. И в 2023 году, но YouTube в России все время хотят уничтожить. И посмотрим, что будет после выбора в марте 2024 года. Станут ли убивать YouTube в России. Но для того, чтобы его убить, стремительно старались то Рутуб развить ничего не удалось. ВКонтакте заменить YouTube. Могу сказать, что ВКонтакте, конечно, они молодцы, они много сделали. Они сделали отдельное приложение ВК-видео, ВК-ролики короткие. То есть они перенимают тренды очень хорошо. И могу сказать, что ТикТок им удалось победить. Про ТикТок уже не слышно, не видно. ВКонтакте в этом плане перетянули на себя аудиторию. Перетянуть аудиторию YouTube, теоретически им это возможно. При условии, что будет перенесен контент из YouTube на площадку ВКонтакте. Технически площадка неплоха. Нормальная площадка, возможности не хуже, чем у YouTube. Конечно, конкурировать с YouTube по количеству серверов, это очень важно. А количество серверов, от него зависит надежность, возможность устойчивости какой-то. Все это за один день не делается, на это уходили десятилетия. Здесь нужно вкладывать огромное количество денег, это технические вещи, это железо, оно стоит денег. А сейчас в условиях санкции нарастить вот эти вот мощности, ну, я не знаю, время покажет. Конечно, если государство за что-то может взяться, то можно решить любые задачи, но все-таки это большие деньги, и пока мы не видим вот эту вещь. То есть все дело в контенте. Перетянуть из YouTube весь контент, ну, чисто технически невозможно, потому что опять нужны будут сервера и так далее. Там новые какие-то видео развивать параллельно YouTube и ВКонтакте вообще говоря, можно, да, но старые видео. YouTube — это не про политику, YouTube — это про образование, про здоровье, про досуг, про музыку, много-много чего. То есть там народ потребляет контент, и политика, может быть, это один процент, поэтому это с точки зрения нашего государства было бы, ну, колоссальная глупость закрыть YouTube, не имея ничего взамен. То есть мы отлетим на миллион лет назад, да, можно и без книг прожить, можно и без всего прожить, каменный век. Вот. Ну, люди выживают, спустя время что-то меняется, но вопрос, зачем, да, то есть стоит оно того, то есть, может быть, надо сначала ну, создать конкурирующие какие-то вещи реально конкурирующие, лучшие, мощнее, куда люди будут переходить не из-за того, что что-то закрыли, там, Instagram или Facebook, а будут переходить, потому что это удобно, это качественнее, это, ну, более надежно. Так вот, возвращаясь к нашей основной теме, весь мир развивается таким образом, что уходят какие-то локальные проекты, уходят живые вот эти вот оффлайн-выставки, все это меняется на социальные связи, на социальные сети. И Instagram, он стал мощной системой по продаже арта, существуют другие, опять-таки, системы, созданные по подобию социальных сетей, это Artsy, Etsy, та же самая ярмарка мастеров, которая тоже в своей какой-то нише играет роль, ну, большого значения она не имеет, но что-то они там делают. Вот, то есть какие-то системы и в России, там, типа Avita, Ozon, Ozon развивается стремительными темпами. То есть куда идет все, да, то есть для любых продаж, особенно международных, междугородних и прочих, нужна логистика. Вот, и самое удобное это Ozon, SDEC, вот эти вот возможности. Посещение выставок в оффлайне уже неинтересно. Вот сейчас вот будут выставки. Ну, скучно, одно и то же, одна и та же публика. Интереснее изучать современный арт через социальные сети, через интернет, YouTube. Пока на российском сегменте вот роликов, рассказывающих про современное искусство России крайне мало. Это нишевая вещь. Значит, в прошлом году произошла очень серьезная революция на арт-рынке России. Приход аукционной площадки, которая сейчас развивается, оттачивается, тестируется, это площадка арт-среда. До этого на российском рынке аукционных площадок не было. Аукционы это очень серьезная интересная вещь. Тоже мы участвуем в этом проекте, консультируем в качестве консультантов, участвуем в качестве участников торгов. Наши аукционы показали, что онлайн-аукционы это очень хорошая вещь, серьезная, и люди покупают. И это работает лучше, чем галерея. И вот тоже по лекциям, которые я смотрел, две интересных, одна из лекций говорила о том, что тренд общемировой это отказ от институций определенных на арт-рынке. А именно какие институции? Это галереи, это выставки, это галеристы и коллекционеры. Галереи, галеристы, коллекционеры и оффлайн-выставки. То, что мы видим здесь в Москве, что крупные выставки, безусловно, они интересны, они продолжают собирать большое количество людей, а выставки, которые не проходят на знаковых площадках, как в экспоцентре, в гостином дворе, на манеже, вот, выставки, которые проходят в каких-то частных галереях, ну, это вещь, абсолютно не дающая ни продажи, не дающая коммуникацию, вот, в этом плане мы видим прок, мы видим смысл, мы видим отдачу от мультимедиа выставок, вот, в прошлом году мы провели очень крупную мультимедиа выставку, направленную на дипломатический корпус, на этой выставке, она была инкорпорирована в мероприятие «Итоги года» нашего партнера, и на вот этом мероприятии, «Итоги года», которое было в отеле «Метрополь», были послы всех дружественных стран, и там мы провели мультимедиа-выставку на огромном экране, нам было тоже вот интересно посмотреть, как будет выглядеть на таком сверхбольшом экране мультимедийная выставка, и самое главное, какая будет реакция людей, вот, чисто по восприятию, как это все принимается. Могу сказать, что превзошло все наши ожидания, потому что выставка имела колоссальный успех, мы потом беседовали с послами государств, они с огромным интересом ознакомились с экспозицией, затащить, грубо так сказать, на какие-то выставки этих людей невозможно, вот, прийти к ним с выставкой, это возможно, и опять-таки мультимедиа, это возможность, и трансляции через интернет, это возможность прийти на площадки и провести какие-то мероприятия, собрать какую-то группу, провести лекцию, рассказать, и не нужно за собой тащить вот эту вот всю выставочную канитель, когда и картины несут, и все остальное, и смысла в этом нет никакого, потому что все люди, кого заинтересуют картины, да, они могут сделать заказ, они могут попросить показать им конкретную уже оригинальную работу или в формате Жикле, то есть главное, чтобы был интерес, и интернет доказал свои колоссальные возможности, все новости по арт-рынку мы сейчас получаем через Ютуб, через интернет, через коммуникации современные, и не замечать этого уже просто невозможно, но я могу сказать, что до сих пор наши друзья, художники, галеристы, коллекционеры, они не понимают, что мир другой, они не понимают, что сейчас основные все контакты идут через социальные сети, через социальные связи, и этими инструментами нужно уметь пользоваться, это очень сложные инструменты, и развивать любой канал, будь то Ютуб-канал, Инстаграм-канал, Телеграм-канал, архи-сложно, и без специалистов, как бы то ни было, этого сделать невозможно, и если канал развивается, то эффект, он очень хорошо заметен, через 2-3 года, и все становится серьезно, здесь очень масса интересных вещей, почему это работает, так вот, по поводу 24-го года, по трендам, на что обращаем внимание, с Ютуб пока не ясна ситуация, и вкладывать большие деньги в развитие Ютуба, я сейчас бы не рекомендовывал, это Ютуб надо продолжать развивать, но без вложения денег, вот, потом, когда снимут санкции, будет возможность монетизации и рекламы через Ютуб, все эти труды не пропадут даром, Инстаграм, опять, сейчас абсолютно нет никаких инструментов по продвижению Инстаграм каналов, Инстаграм запрещен в России, и если серьезно, все видят, что идет отток аудитории, мы говорим о России, то есть, если мы говорим о международной аудитории, то и Фейсбук, и Инстаграм, все эти инструменты, они продолжают работать, и других инструментов нет, и нужно этим продолжать заниматься, вот, но по приоритету, вообще говоря, если мы говорим о международных каналах коммуникации, безусловный приоритет это не Инстаграм, безусловный приоритет это Ютуб, и это надо знать, это лидер всего, он на 16 голов стоит выше, в России активно сейчас развивается площадка Дзен, нужно ее использовать, она и дальше будет развиваться, ВКонтакте, безусловно, площадка, которая будет развиваться, в нее сейчас вкладываются большие деньги, вот, разовьется она в серьезную социальную сеть, увидим, художников туда перешло достаточное количество, перейдет ли это в качество какое-то, будем смотреть, по торгам аукционам, безусловно, в России это площадка Артсреда, это аукционы, которые проходят на этой площадке, мы будем отдельно говорить об этой теме, кто хочет продавать картины на аукционе, контакты наши приведены, обращайтесь к нам, и, безусловно, то, что мультимедиа выставки, которые делаем мы, формат, который мы разработали, который мы оттачиваем уже более там пяти лет, это прекрасно работает, это замечательный формат и для международных форматов, и для контактов с зарубежными партнерами, для России, и самое главное, в отличие от живой выставки, которая имеет четкие сроки, неделя, две, месяц, вот, мультимедиа выставка не имеет вообще никаких сроков, мультимедиа выставка живет на площадках интернет, интернет-сетей десятилетиями, и к нам очень много было заказов на покупки по арту, по роликам, которые мы выпускали пять лет назад, то есть сравнивать это с живыми выставками, ну, уже невозможно, то есть отдача идет через мультимедиа, отдача идет через видео, что такое мультимедиа выставка, это отдельный формат, мы об этом говорили на одной из наших лекций, не надо путать это с виртуальными вещами, с сайтами, там, и так далее, вот, вот такая вот по трендам, да, вот мы определили основные тренды, прежде всего, резюмируя, да, мы живем в эпоху не постинтернет, мы живем в эпоху социальных сетей, это отдельный вид интернета, социальные сети, и, кстати, Китай, он достаточно показателен по развитию, да, мощная держава с огромным количеством людей, и мы все знаем, что там нет YouTube, там нет ВКонтакте, у них есть один Вичат на все случаи жизни, он им заменяет абсолютно все, но опять-таки, это технология социальных сетей, вот, и развитие идет этим направлением, социальные сети, то есть нужно развивать, нужно изучать, как они работают, и здесь эта тема, конечно, для серьезных специалистов, и не погружаясь в эти технологии с головой на полное время, разобраться и победить конкурентную борьбу, сделать невозможно, это очень и очень сложно, даже вот просто разместить рекламу в тех же ВКонтактах, вот, это нужно потратить огромное количество времени, правильно написать тексты, там каждое слово очень важно, безусловно, 24-й год также пройдет под эгидой развития искусственного интеллекта, здесь тоже очень много завязано, но это отдельная тема, и эту тему также со счетов не надо сбрасывать, вот примерно то, что я хотел сказать, обрисовать те вектора, которые наметились на 24-й год, с вами был я, Дмитрий Фуфаев, подписывайтесь на наши каналы, мы будем дальше знакомить вас с интересными авторами, делать интересные интервью, поэтому оставайтесь с нами, для этого вам нужно поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых наших видео, подписывайтесь на наши каналы, есть телефон, вы можете всегда позвонить, задать какие-то вопросы через телеграм, через ватсап, как вам удобнее. Итак, с вами был я, Дмитрий Фуфаев, главный редактор журнала «Искусство и жизнь».